Настя, очень приятно с тобой познакомиться. Здорово, что ты мне позвонила. Причем очень хорошо бы напомнить о том, что Гуслица, откуда ты звонишь, ее многие знают, Гуслицу, и там мой друг Хилтун. Да, от Хилтун, всем привет, Валерия Рудольфовича. Привет, Валерия. Да, и тут Наташа тоже машет вам ручкой. Она из Белоруссии, она пишет книгу. Скоро книга будет издана, все об этом тоже у нас знают. Мы же часто проводим такой бесплатный ликбез для всех на изоляции. И обязательно я показываю какую-то самую простейшую технику, с помощью которой все, кто смотрят, могут быстро научиться. управлять своим состоянием, снимать нервно-психическое напряжение и даже разбудить свои спящие творческие качества, способности, чтобы выйти из изоляции более мощными, более творческими, даже с теми талантами, о которых они даже раньше и не подозревали. Здорово. Да, ты мне задавай любые вопросы, говори все, что ты хочешь. У нас совершенно свободный способ общения. Начинай. Ну, хорошо. На чем основан Ваш метод психофизиологической саморегуляции? Что лежит в идее, в основе его? На чем все базируется? Из чего все вытекает? Люди инстинктивно очень часто совершают некие действия, либо мысленные, либо физические какие-то, чтобы помочь себе выйти из стресса на творческое состояние. Наш мозг так устроен, он автоматически пытается нам помочь, но при этом мы не всегда эту помощь слышим и пытаемся ее блокировать. Например, человек на морозе дрожит, это оказывается естественный механизм защиты от стресса, дрожание. Он вместо того, чтобы сжать посильнее и этим снять напряжение, он пытается бороться с собой, и напряжение увеличивается. Ну, таких моментов много, я просто показываю людям, что они делают сами инстинктивно, для сжигания лишнего напряжения, чтобы выйти на нормальное творческое состояние. Я им это просто объясняю, как ученый, как специалист, психофизиолог. Я им это просто объясняю, а не да-да, вот я так делаю обычно. Вот если ты так сделаешь несколько раз сознательно, то у тебя развивается навык, и ты теперь можешь снимать стресс в любое время, в любом месте, уже без помощи этих приемов. То есть это развитие, да. А правильно ли я поняла, что иногда для того, чтобы нам себе помочь, нам лучше ничего не делать с нашим организмом и с нашими реакциями, нежели что-то делать, как-то пытаться это все самостоятельно урегулировать? Ну, конечно. То есть просто позволить происходить тому, что происходит, это и самый верный метод и путь. Конечно, конечно. Это и называется научись слышать себя. Но просто люди не часто слышат себя, потому что когда у них сильный стресс, у них так блокирует, у них страх, паника. Ну, как там себя услышишь? Поэтому надо немножко потренироваться. И поэтому, чтобы научиться слышать себя, как раз-таки я даю такие простые техники. Я сегодня тоже обязательно дам подарок. Тебе и всем. Самую простую технику дам. И все техники эти развивающие. То есть если человек их несколько раз потом делает, допустим, среди дня, допустим, 3-4 раза, по минуте хотя бы, он замечает, что потом он становится более уравновешенным, более уверенным в себе. И у него открываются какие-то мотивации. Например, он хочет творить, созидать, вспоминает свои любимые дела какие-то, когда он в детстве делал, но любил рисовать, любил писать стихи. Или что-то у него начинает открываться, и он начинает в этом даже превосходить и у многих других людей. Он становится поэтом, художником, конструктором, изобретателем. Но это очень интересная штука, развивающие такие методики. Слушай, ты мне говорила, прежде чем мы сейчас начали запись, о том, что у тебя есть книжка, в которой написано «Рекорды и достижения России». Да, это вот такая вот книжка, ее даже видно. «Россия. Рекорды и достижения». Все верно. И здесь, да, здесь очень интересно было найти целых две статьи про вас, Хасай. И сейчас я тоже попробую показать, потому что здесь есть ваше фото. Одна статья называется «Самый эффективный в мире метод психофизиологической саморегуляции человека». Вот это фото. Это мое фото, но это знаешь каких лет? Это, наверное, лет 7, 8, 10 назад это вот фото, да. Ну, эта книжка была выпущена в 2015 году, и здесь собраны все самые выдающиеся люди России. И кратко описан их вклад в мировые достижения. И также вот вторая статья, она озаглавлена как «Доктор, оказавший психологическую помощь самому большому количеству людей». Я даже ее тоже покажу, здесь тоже есть фотографии, но уже не Хасая Алиева, а его многочисленных книг, которые он написал. Вот так получается, что я в двух номинациях получил этот приз, то есть рекордов и достижений, в двух номинациях. Дважды был «Черпилагов», да? Да, да. Я понимаю, эта книга в свое время, я ее не видел никогда. Это ты мне сегодня показала, так меня порадовала. И я помню, когда ее только готовили, несколько лет назад, когда я был в центре у себя на Таганке, где у меня был центр защиты стресса, где я был 20 лет. До того, как я получил травму на гололёде, и мне делали очень серьезную операцию на шее. Да, до этого момента я помню, что когда ее готовили, когда я давал материал, потому что меня спрашивали об этом материале, приходили, делали интервью, там, ну, очень серьезно. По-моему, она ассоциирована с книгой, с рекордами Гиннеса. Да, конечно, это прямой аналог. То есть у меня два рекорда Гиннеса. Да, можно так сказать. Это здорово, это здорово. Значит, у тебя какие-то вопросы еще есть? Вот я тебе технику сейчас хочу показать. Вот, я тоже хотела у вас попросить технику, мы тут вдвоем, мы с Евгением Мироненко, он тоже на связи через телефон, но он вас слышит и видит. Привет, Евгений. Да, вот сейчас. А где он находится географически? Он сейчас находится в Краснодарском крае. Так. А чем называется Евгений? Женя, Женя, чем ты сейчас занимаешься? Не знаю, конечно. И поэтому слон пока что я отложил. Да, вот. Отлично. Ну, это будет очень интересно. Евгений тоже эту технику сейчас попробует, ее все попробуют, те, которые у нас в изоляции, поскольку у нас вот как раз таки сейчас такой период, как бы люди не имеют возможности общаться, обниматься, не имеют возможности ходить в гости, как-то все вот так вот разобщены. И нам нужно вот эту изоляцию превратить как раз таки в площадку для развития новых качеств и возможностей, чтобы мы вышли из карантина более мощными, более здоровыми, да, более психологически устойчивыми, потому что сейчас очень много научных статей выходит в мире о том, как сильно влияет уровень нервно-психического напряжения на иммунитет человека, а как стресс-устойчивость влияет на его успешность в жизни. Это, оказывается, более сильно связанные вещи, чем мы предполагали, потому что у нас в одних статьях пишут про стресс, в других статьях про творчество, в третьих статьях про иммунитет, и они все в разных находятся блоках. А на самом деле все это взаимосвязано, потому что человек же целостен, как целостно должно быть человечество. У меня, кстати, есть идея ключевая, национальная идея, которую я хочу, и вы, чтобы подключились, она вам, вероятно, сразу понравится, если вы такой вопрос затронете, до всей России, как можно сделать мост, телемост между странами, между народами, между ментальностями культур, чтобы сократить кризисы и войны. Да, 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 потому что вот этот коронавирус как раз таки есть порождение вот этой разобщенности людей, разобщенности в социально-экономических смыслах, разобщенности между собой в личностных отношениях, разобщенности между странами, между странами капиталистического уклада и более социалистического уклада. И вот это разобщение и конкуренция, она и создала вот такую дыру черную, из которой появился коронавирус. И сейчас есть такие задачи, такой сложности, которые можно решить только объединившись. Коронавирус как раз нам показал, что это такого уровня задача, которую невозможно решить поодиночке, можно решить ее только объединившись. И поэтому вот мы об этом тоже можем потом поговорить, если не сейчас, в следующий раз. Это очень интересная тема, и я хочу спросить у Жени, у Евгения, который тоже с нами. Женя, а может быть у тебя есть какие-то вопросы, Хаса Алиеву? Он прямо сейчас смог бы тебе вот прямо в виде диалога и что-то ответить. Да, конечно, есть вопросы. У меня такие более вопросы материальные. Давай материальные, давай духовные. Будем говорить, чтобы дух победил над материей, нужно, чтобы они были в согласовании. Жень? Плохо слышно. А, плохо слышно? А, задавай вопрос. Про материальное задавай вопрос. Какой у тебя вопрос? Вот сейчас, в данный момент, я занят такой проблемой, я пытаюсь найти ответ на такой вопрос. Ребенку ставят сахарный диабет в первой стадии, инсулинозависимый. Каким образом можно ребенка от этого тела всего спасти? У меня есть несколько вариантов, но какой бы именно вариант припочли бы вы? Да, я сейчас отвечаю на этот вопрос. Технику, которую я хочу сейчас показать. Технику, которую я хочу сейчас показать, поможет и вам лично, Евгений, найти этот вариант, и поможет всем другим, кто смотрит наш такой ликбез против стресса для всех на изоляции, поможет эта техника тоже решать разные вопросы. Потому что, чтобы решить вопрос, надо выйти из суетного состояния мысли, привести мысли в порядок, успокоиться. И тогда открывается вот это более активное видение вещей. Истину мы тогда чувствуем. Потому что, когда человек нервничает, что мысли в суете, нам нужно их привести в порядок. Я сейчас покажу технику, которая заодно мысли в порядок. И после этого ты сам заметишь, Евгений, что ты сам начинаешь понимать и чувствовать, какой путь к этому, как помочь ребенку, какой вариант выбрать, какой путь более приемлемый. Вот поэтому я хочу сказать, что техники, которые я показываю, они развивающие. Они в первую очередь снимают стресс, приводят мысли в порядок и выводят человека на творческое состояние. И тогда он лучше понимает, что он хочет. То есть у него происходит самоидентификация. Самоидентификация, о которой недавно я смотрел по интернету, Греб говорил, что людям не дают возможности провести самоидентификацию, потому что если они поймут, кто они такие, ими трудно будет управлять. Помните это, да, вот и Михалков там напоминал об этом. Ну, я не знаю, Греф, я один раз только встречался с Михалковым очень давно, но я знаю о том, что на самом деле самоидентификация самое главное для человека. Понять, чего ты хочешь и как достичь того, что ты хочешь, наиболее простым способом. А вот то, чему я обучаю, это как раз таки простым техникам, в том, у которых самым естественным способом человек может всегда самоидентифицироваться в любом стрессе, откинув вот этот, давайте я покажу, что это такое. Это я отвечаю на твой вопрос, Евгений, что если ты эту методику сейчас применишь, то ты лучше будешь знать, как ребенку своему помочь. Вот это очень интересная штука. Вот ты сейчас сам убедишься в этом. Хорошо, мы готовы. Женя, у тебя там нормально со связью, да? У тебя более или менее. Ага, ну, Женя с нами. Да, ну, вот у нас тест, тест такой есть, тест, развивающий тест, который называется естественного дыхания. Естественного дыхания. Как бы ты ни дышал, глубоко, неглубоко, нервничал, воловался там, бегал по комнате, или не можешь уснуть, неважно. О чем ты думаешь, неважно. Вот сейчас просто возьми на минутку, на одну буквально, да. И в момент того, как ты думаешь, о чем думаешь, и делаешь то, что ты делаешь, и при этом неважно, как ты дышишь, просто в течение минуты проверь, какую фазу тебе приятнее фиксировать во время дыхания, внимание. Например, в минуту наблюдать при естественном своем дыхании, вдох у тебя теплее, или выдох. Вдох у тебя теплее, или выдох. Дыши как хочешь, как дышится, не надо ничего регулировать, не надо отбиваться ни от каких мыслей, не надо ничего все блокировать. Вот дыши, как ты дышишь, только наблюдая, вдох у тебя теплее, или выдох, больше ничего не надо. И одну минуту так сделай, пожалуйста, я не буду вам мешать. Одну минуту просто наблюдайте за своим естественным дыханием, ничего не пытаясь регулировать. Какая фаза вам приятнее? Ох, или нет? Какая фаза теплее? Просто наблюдайте. Больше делать не надо. Ага, но вы засечете время, чтобы мы не отвлекались на то, сколько времени прошло, и все такое? Хотите минуту, хотите полминуты, хотите полторы минуты, ну давай возьмем минуту. Минутку, да. Вы через минутку просто к нам опять ворвитесь в наше внимание и заберите его себе. Ваша задача просто понаблюдать, какая фаза легче, приятнее, когда вы вдох делаете, или когда выдох делаете. Просто определитесь. Ладно? Хорошо. Это развивающаяся. Давайте. Я засек время. Начинаем, да? Да. Мы уже начали, минуточка пошла. Так. Дело в том, что я дышу поверхностно, но в бутейках... Это не важно, как ты дышишь. Я же сказал, не важно, это не имеет никакого значения. твое дыхание, которое и есть. Может, ты нервничаешь, может, ты не нервничаешь. Это не имеет никакого абсолютного значения. Просто определись, какая фаза у тебя приятнее. Момент вдоха или момент выдоха. Когда она теплее, например, что тебе легче наблюдать, вдох или выдох. Пожалуйста, можешь только вдох наблюдать, можешь только выдох наблюдать. Главное определиться. Это тест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, пожалуйста, давай результат. Какая фаза легче фиксируется вниманием для естественного дыхания? Значит, у меня по времени и по ощущениям работает выдох. Меня больше импонирует. Как-то больше нравится мне именно выдох. Хорошо, хорошо. на выдохе у меня как-то более положительные эмоции сконцентрированы. Очень хорошо. Я тебе сейчас дам рекомендацию. Так, одну секунду. Сначала теперь у Настю спросим. у меня мне было проще наблюдать за вдохом, но приятнее и легче и теплее я себя чувствовала в момент выдоха. А вот теперь, когда мы определились, когда мы определились, теперь еще одну минуту сделайте именно это. То, что вы выбрали. Что тебе проще? Что приятнее? Тебе вдох или выдох? Определись. Определилась? Да. И Евгений определился? И все, кто смотрит нас, тоже определились? Что приятнее или что проще наблюдать в момент естественного дыхания у вас в данный момент времени? Именно здесь и сейчас. В тот момент, когда вы эту технику применяете. Определились? Да, определились. И вот я вам даю одну минуту. Я хлопнул ладошки и минута пошла. Редактор субтитров Та Та Продолжение следует... 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 Да, и вот, да, как теперь ты думаешь, как помочь ребенку? Как я думаю? По моему мнению, нужно полностью изменить питание, его рацион, потому что он получает очень много быстрых углеводов, он получает много жиров полиненасыщенных, то есть, ну, всякой такой пищи, пастфуд питается, что-то сладкое, вот такое вот, я бы это все ему отменил и больше поддержал бы его, наверное, месяц-два на соках в основном, на зеленых хлорофилл бы, что-то такое, кислородосодержащее бы давал ему, а потом его перевел бы на низкоуглеводистую диету с минимальным содержанием сахара на фруктуру. Вот такое чего-нибудь. А ты давно так это думал, почему до сих пор не сделал? Ты давно так хотел сделать? Алло, что-то связь у нас. Пожалуйста. Я говорю, ты давно до этого придумал, что до сих пор не сделал, почему до сих пор не сделал этого? Звука нет совсем. О, да, я не знаю почему. Настя, погляди, что там со звуком. Что-то у нас со звуком какие-то сложности. Да, Евгений, Евгений. А теперь лучше, Жень? Микрофон включен, написано. Ты теперь слышишь нас? Нет, не слышит. Ну, надо нам в следующий раз, чтобы технически все установить более лучше. У вас гуслицы... Все, он теперь на связи. Евгений, у меня к тебе вопрос. Ты эту мысль, что надо так сделать, для ребенка такую помощь, поменять диету, лучше там режим питания. Вот почему ты до сих пор не сделал? Ну, я просто 40 минут назад узнал о существовании этого ребенка и о его проблеме. Поэтому все, что касается вот этого всего, я собирался рассказать родителям этого ребенка буквально завтра утром. А теперь я тебе дам совет. Если ты узнал только после... Дело в том, чтобы прийти в состояние гармонизации с помощью этого естественного дыхания, наблюдая только фазу вдоха или выдоха, которая тебе приятнее. Чтобы решить вопрос и давать кому-либо какие-либо советы, надо иметь полноту информации. Если ты узнал об этом ребенке только 40 минут назад, как же ты можешь ему давать такие советы? Не зная ребенка, не зная его характера, не зная его заболевания, не зная его обмена веществ, ты же подвергаешь его колоссальному риску. Тем более ты говоришь, что месяц-полтора, потом снять это, потом сделать это. Как ты берешь на себя такую ответственность? Никогда, пожалуйста, этого не делай. Это я тебе как доктор говорю. Никогда нельзя лечить советами, даже не видя человека, не изучая его вопросы. Это медицинский вопрос, это очень сложный вопрос. Тем более ты его подвергаешь на смену диеты, такую радикальную, на целые месяцы. Ты же даже не знаешь, что с ним может потом быть. Не надо тебе давать таких советов. Я думал, это твой ребенок, поэтому я тебе это говорю. Это очень полезно всем услышать, чтобы когда вы слышите какие-то советы по интернету, находясь в изоляции, как поступить вам со своими детьми и так далее, людей, которые не знают даже вашего ребенка, никогда не слушайте это. Это медицинский вопрос. Евгений, не обидно то, что я говорю, нет? Евгений, он меня правильно понимает? Евгений? Он отвечает, да, он отвечает. Я не слышал. Я стараюсь не использовать слово обидно вообще в своем лексиконе. То, что я сказал, это приемлемо абсолютно для всех, независимо от возраста, независимо от местоположения, независимо от питания. То есть изменение питания ребенка не понесет за собой, не повлечет за собой каких-то кардинальных перемен, чего-то такого, что может ему навредить. В этом я абсолютно уверен. А то, что я о нем узнал уже, я, допустим, не все сказал вам, что я о нем знаю. Но вы как бы у меня всего этого и не спрашивали. Поэтому я сказал вам основную информацию, я сказал вам основные какие-то критерии, которые я пожелал бы изменить в его рационе, в его питании, в его жизни. Я понял, спасибо. Пожалуйста, больше этого не делайте, потому что я вам как врач говорю, что это очень рискованное мероприятие. Не видя человека и не зная человека, не будучи врачом, менять интересы режим питания. Это очень важно, о чем мы сейчас говорим. Это для всех это очень важно. Потому что сейчас очень много разных диет существует. Очень много диет. Китон, безмясное питание. Очень много питания. И каждый человек, который уверен в том, что ему помогает, он автоматом думает, что это же нужно и другому. Он дает другому такой же совет. Это вот подобрать лекарства, лекарства даже врачу не удается во многих случаях вот так вот быстро. Чтобы подобрать лекарства, приходится как раз-таки наблюдать процесс, определять процесс. А резкая смена режима питания, как и голодание, например. Вначале как было. Вначале придумали голодание, чтобы человек голодал и лечил все болезни. Потом оказалось, что это далеко не так. Что надо входить определенным образом, выходить определенным образом. Оказалось, что одному подходит, по-другому не мясная диета, а другому не мясная, потому что у него ферментные механизмы и другие. Это же, как говорится в медицине, и яд лекарства может быть в зависимости от дозы. Это касается всего. Это касается не только химического препарата, это касается лекарственных трав, это касается алкоголя. Можно ремочку выпить, а можно бутылку выпить. В зависимости от этого будет различный эффект. От дозы применения, исходного состояния, от чистоты применения, того или иного, даже физкультуры. Зависит разный эффект. Если человек будет бегать вопреки своему сну, утром вставать, бег ради жизни. Раньше все бегали по утрам, бежали-бежали, и пока бутылки старше от остановки сердца не упал, это мода по всему земному шару, бег ради жизни. Потом он стал бегать вечером. То есть это индивидуальный подбор для каждого человека. Как раз сегодня все начинают понимать, что мы все, в принципе, одинаковые. Все мы страдаем, переживаем, любим, созидаем. Все мы одинаковые. Но где-то мы индивидуальны. И главное, подбирать, это как раз таки, это очень важный момент. Можно еще вопрос задать? Да. Да, я слушаю. Можно, да? Я слушаю, слушаю. Скажите, пожалуйста, а что бы Вы посоветовали, допустим, пациенту с таким диагнозом, как тромбоз глубоких вен всех четырех конечностей, тромбоэмболия? Я бы ему посоветовал выйти на скайп, и я бы сначала его изучал, как врач. Я бы не мог ему дать совета, не видя человека, о чем я, собственно говоря, сейчас и говорил. Как можно давать советы, не глядя? Как можно давать советы? Если бы он вышел к нам сейчас на скайп, мы с ним поговорили. Во-первых, мы бы посмотрели, сколько ему лет. Во-вторых, мы бы посмотрели, какая у него генетическая прорасположенность. Может, у него и мамы так было, и папы, может, они все этим страдают. В-третьих, мы бы спросили, историю болезни, может, у него травмы были, может быть, не было травм. Может, у него почки нездоровые, может, у него наключительное давление. Мы бы все это выяснили. Мы не за один раз, не за одну минуту бы это выяснили. Потому что я не занимаюсь лечением больных по интернету. Я занимаюсь обучением людей управлять своим нервно-психическим напряжением, чтобы они могли снимать стресс, выходить на самое себя и лучше решать те проблемы, которые раньше казались им труднодоступными. Потому что, когда человек находится в суетности мысли, у него хаос в голове, а нужно, чтобы он привел их в порядок. Я этим занимаюсь. Но поскольку я врач сам по себе, то я могу дать совет какой-то, хотя бы ориентировочный. А на самом деле, это вопросы медицинские. Тромбофлебиит глубоких вен. Но чтобы не выскочил этот эмбол и не поразил сердце, это же очень важные вопросы. Как можно? Вот я смотрю сейчас по интернету, дают разные методики, и вы делаете так, например, стойте на голове. Оказывается, на голове вообще некоторым людям нельзя стоять, потому что у них нарушен венозный отток и лишение проблемы. И потом через 2-3 месяца они не знают, откуда у них взялось то, что у них какие-то начались проблемы. Они вообще не связывают это со стойкой на голове. Они думают, стоять на голове ведь полезно, где написано, это йоговская асанка. И они делали, думая, что это полезно. Оказывается, для этой стойки на голове нужна необыкновенная, серьезная подготовка. То же самое и с другим асаном. Это не просто игрушки, чтобы вот так разговаривать совет. Я согласен с вами здесь абсолютно. Все эти случаи, это все весьма индивидуально. И, то есть, какой-то дать совет кому-то категорично, что вот либо так, либо не так, либо дело это, либо дело не это. Здесь очень сложно. Здесь нужно иметь информацию более обширную и нужно иметь какой-то подход. строго индивидуальный к каждому человеку. Нужно знать его историю, что он перед тем делал, чем он питался, какова его жизнь вообще была. То есть, его какие-то изначальные данные, которые, исходя из которых, можно определять, что у этого человека было не в порядке. ведут того, как его постигла эта болезнь, заболевание. Жень, у меня к тебе есть вопрос. Да, мы тут поняли, что все очень индивидуально, действительно. Но вопрос все-таки у меня к тебе такой. Как тебе техника, которую вот нам сегодня показал Хаса Алиев? Какие у тебя были ощущения? Что угодно. Ну, ты знаешь, техника для меня, на самом деле, не новая. Я не хочу сказать, что что-то вот такое, прям я для себя открыл. Я занимался немножко по Бутейко. У меня есть даже товарищ, который дипломированный специалист, который имеет право преподавать это все дело. Он меня чуть-чуть этому всему улучил. По Стрельниковой там чуть-чуть, я читал немножко программу ее. Ну, как бы, немножко освежуло в памяти. Вот это все. Ну, хорошо, очень хорошо. Я как раз хотел показать, что есть более простая техника, чем у Бутейко, у Стрельниковой, и дыхательные гимнастики, и холодного дыхания, и прочие техники. Вот это самое простое. Это естественное дыхание, когда не надо себя регулировать. Естественное упражнение не на дыхание, а на внимание. Время от времени сопровождаешь естественное, которое есть на данный момент текущий. Просто, если ты вынужден сосредотачиваться на дыхании, тоже трудно. Ну, фрагменты сопровождать, например, вдох или выдох, легче. То есть, по существу мы просто взяли, оставили человека в его естественном положении, о чем он думает, трясет его от нервов, или он думает спокойно. Неважно. Просто наблюдать фрагментами или вдох, или выдох, а приятнее наблюдать, то, что приятнее. И поэтому, когда он предвкушает, он выходит на позитивное состояние. То есть, это и самая простая техника дыхания, которая дает тот же результат, что дает холотропная, бутылька, что дает стрельниковая. Тот же результат, но за одну минуту. Спасибо вам, Хасай, за то, что поделились такой простой и такой замечательной техникой. Мы вам очень благодарны. И я думаю, что во все времена, не только сейчас, во время коронавируса, это актуально и необходимо людям. Сейчас, подождите, Женя тоже что-то хочет сказать. Жанн. Я говорю уже, спасибо вам большое, что делитесь такой полезной, такой ценной информацией. На самом деле, не каждый абсолютно человек это все осознает. Это очень просто и это очень важно. Это действительно работает, это действенные методы. и дай Бог, чтобы все люди это осознавали, и чтобы все люди этим пользовались. Как-то нужно нести это все в массы, и вы этим занимаетесь, за что вам огромная благодарность. И вам спасибо, и вам спасибо, друзья, потому что мы вместе это делаем, потому что только вместе можно помочь всем. Только вместе. И вот сейчас как раз-таки у нас был очень хороший расположен, который нам позволил эту простую технику с разных сторон нас лететь. Да, да, все верно. А мы в следующий раз можем еще раз поговорить, уже я покажу другую технику. Например, связанная с левитациями рук, которая тоже вызывает квантовый переход из стресса в такое спокойное творческое состояние, которое помогает решать многие проблемы. Давайте соберемся в следующий раз тоже поговорим. Здорово. Конечно, давайте. Как же можно сказать нет на такое предложение? Вам огромное спасибо, что вы мне позвонили, Настя. Огромное спасибо. И нашему Хилтону там привет. Хилтону ну привет. Да, совместно. И всем гусице привет большой. Да, хорошо. Всего вам доброго. Да, спасибо, Хаса. Сейчас я посмотрю, где там вы выключается. Так, сейчас, сейчас. Наташа, где здесь выключается? Наташа. Сейчас, сейчас. Спасибо вам, друзья. Спасибо. До встречи. субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok